всех приветствую друзья доф сегодня у меня 6 iphone 6 золотого цвета будем менять корпус не очень удачный корпус как видите отсутствуют надписи я такие корпуса не заказываю принес клиент я подыскиваю корпуса на сайтах близкие к оригиналу чтобы была надпись айфона с e-mail а так в принципе качество неплохое я подозреваю что клиент заказал его евро за 15 за 20 больше итак включаем телефон айфон был разбитый только что заменил дисплейный модуль сейчас приступим наземление каркаса тоже никак не получается снять видео уже поменял несколько каркасов на данную модель не удавалось ни сегодня снять видео то времени не хватало то срочно еще что то то видео неудачно получилось не так снимаем дисплей все умеют уже это делать отстегиваем дисплей каркас не тронутый я имею ввиду внутренности винты все на месте в оригинале как должно быть я вам скажу честно это редкость каждый пытается залезть 6 iphone поменять винты местами вот не обращая на то внимание здесь благо ничего не тронута меня это радует все сделаем правильно поставим на свои места сам каркас сам каркас как видите покоцаны погнуты со всех сторон даже дисплейный модуль не садился на свое место потому что достаточно сильно деформирован корпус и так как обычно огромное количество винтов разных обращать на это внимание обязательно раскладывайте все не буду повторяться при каждом замене каркас об этом говорю первое отстегиваем батарею нижний модуль вытаскиваем слот снимаем приступаем с со съемок нижнего модуля раскладываю винты по порядку разъем на уши наушников закручены тремя вот такими вот винтами не похожими на остальные тут не запутаешься заглушка микрофона и два таких же винта внизу разъема наушников два одинаковых чуть выше тоже два одинаковых по длине здесь тоже сложно запутаться здесь самые мелкие здесь средние и здесь самые длинные виброзвонок прикручен двумя одинаковыми винтами очень легко отсоединяется все гене как синий кабель еще один винтик нижнего динамика заглушка которая ставится сверху разъема зарядки извлекаем динамик сейчас я бы порекомендовал снять батарею специально двусторонним скотчем старайтесь не порвать его если порвете помучаетесь потом с извлечением батареи потому что он достаточно крепко прихватывает батарею к алюминиевому корпусу поэтому вытаскивайте его таким способом чтобы не цеплялся ни за что как видите да зацепился за обшивку батареи и сейчас он может порваться такая длина залетаем батарею возле что он постоянно цепляется поэтому избегайте иначе придется нагревать каркас чтобы извлечь батарею до высокой температуры извлекли батарею далее друзья извлекаем нижний модуль путем нагрева предварительно так до от до 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Такая вот черного цвета сеточка Ставим ее также на новый корпус сразу Далее Далее Устанавливаем Обратно Нижний модуль зарядки Со всеми Прилагающимися К нему Механизмами Отверстие Совмещаем Динамик Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так Два длинных поставим потом Потому что там идет заглушка Устанавливаем заглушку Микрофона Нижнего Совмещаем отверстие И три Те самых винтика Которые я показывал Которые Не перепутать Ни с чем Субтитры сделал DimaTorzok И Если что-то не хочет закручиваться. Она не хочет закручиваться, потому что он чуть-чуть короче. То есть один из них получается длиннее, как-то не обращал внимания раньше. Получается они не совсем разные, но вот эти два короче, вот это у нас подлиннее. Сколько раз разбираю, столько раз и удивляюсь. Далее ставим виброзвонок. Направление перебудать сложно, потому что в этой части у нас есть отверстие, вот оно, которое мы совмещаем с пазом. Ну и два винта одинаковых, на этот раз точно одинаковых. Закручиваем. Ставим заглушку на разъем зарядки и вкручиваем два длинных винтика. Закручиваем две. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Выталкиватель рычаг сим-картой Снимаем Здесь у нас две прокладки Чтобы не было люфта Уталкивателя Установим его чуть позже Когда снимем системную плату Субтитры сделал DimaTorzok Здесь В левой части Системная плата Один из самых замороченных моментов Снимаем до винта Заглушка Под ним еще винтик Совсем другого размера Далее у нас Антенка идет Снимаем винты Раскладываем Снимаем антенну И под ней находятся Еще два винта Все в пыли Видать Телефон Повидал жизни Под антенной Еще два винта Как я уже сказал Они одинаковые Снимаем контакт С корпусом Отстегиваем Шлейф Боковых кнопок Еще один шлейф Отстегиваем Камеру И извлекаем Системную плату Айфона 6 Убираем ее пока в сторону Приступаем Приступаем К извлечению замков Переносим На новый корпус Замки Дисплейного модуля Дисплейного聖 Убираем Сразу переставляем. Улетел один винт. Чтобы не собирать огромное количество винтов и деталей, в которых можно легко запутаться, поэтому я предпочитаю переставляем сразу, нашел я этот винт, который улетел каким-то чудом, поэтому переставляем сразу, дабы не путаться. Она запутаться здесь очень легко. Переставили два замка с этой стороны, теперь переставляем один замок вот отсюда. Переставляем. Так, с замками мы вроде разобрались. Давайте переставим прокладки уталкивателя сим-карты. Так, зажигая. Переставляю. Продолжение следует... Ну и, соответственно, сразу поставим сам рычаг. Такой специфический винт он имеет. Сложновато будет найти ему замену, поэтому не потеряйте его. Далее, друзья, давайте приступим к переносу на новый каркас боковых кнопок с шлейфом. Обратите внимание, здесь рамки установлены внахлёст. Кнопка включения идёт сверху. Складываем три винта. Здесь, я думаю, нагрев не понадобится. Хотя я иногда прибегал к нагреву. Извлекаем шлейф с кнопками. Обратите внимание, кнопка бесшумного режима остается на шлейфе. Здесь тоже самое, обратите внимание, кнопки имеют резиновые прокладки, приклеенные к каркасу. Очень важно правильно их извлечь, не повредив. Дабы они отвечают за герметичность. Не такая, конечно, герметичность, как на 6С. Но, тем не менее, капля дождя, допустим, не попадут в телефон. Поэтому, аккуратно, не повреждая резинки, извлекаем кнопки. Вот так это всё выглядит. Одна кнопка. И вторая. Переносим сразу на новый каркас. В комплекте, если у вас каркас идёт без комплекта новых кнопок и слота сим-карты, то, конечно же, переставляйте те, которые у вас есть. Если идут в комплекте, то тут вам придётся потрудиться. Если вы хотите поставить новые кнопки, вам придётся снять вот эти резиновые чехлы. Сделать это несложно со старых кнопок и перенести на новые. Если же вас устраивают эти кнопки, которые стояли, то переносите их просто и всё. Никаких проблем. Переносим шлейф сразу на новый корпус. Три вента. Обязательно проверяйте клик, чтобы кнопки работали. Вибро тоже переключается. После установки каркаса эти кнопки не мешало бы почистить. Я всегда чищу из-за пропилов. Может, остаётся пыль на них. Выглядит, если присмотреться, то выглядит не очень эстетично. Итак, друзья, далее переставляем следующую деталь шестого айфона. Здесь у нас шлейф кнопки включения. Шлейф кнопки включения и камера. Давайте переклеим вот эти наклеечки. Две чёрные наклеечки с логотипа старого корпуса на новый. Не знаю, зачем они нужны. Зачем-то они нужны. Легко отклеиваются без нагрева всяческих усилий. Аккуратно. Далее. Камера с контактом. Снимаем пластик. Вот этот вот. И извлекаем камеру. Снимаем металлическую заглушку. Вспышки камеры. Винтик. Заглушка камеры. Камера. И ещё один винтик. Заглушки. Вспышки. Контакт. Далее. Отклеиваем аккуратно шлейф. Вот она заглушка вспышки. Шлейф вспышка. Верхний микрофон. Аккуратно. Снимаем. Не повредите. Очень тонкий шлейф. Кнопка включения. Кстати, на рамке кнопки включения находится ещё один замок. И точно так же извлекаем кнопку включения, прорезиненную. Как мы извлекали кнопки звука. И здесь у нас остался ещё один контакт верхней системной платы. Извлекаем его. Откручиваем винтик. Винтик. Смотрим. Смотрим, что у нас здесь осталось. Давайте перенесём металлическую прокладку. Ещё одна здесь вот у нас находится. Не очень получается её извлечь. Я знаю, что без них всё будет работать прекрасно без боев. Но, тем не менее, раз их сделали, значит, и не нужны. Так, друзья, смотрим, что забыли, что нужно ещё перенести. Вижу прокладку камеры. Сейчас мы её перенесём. Так, и вроде бы, вроде бы всё. Вроде бы всё, ничего не забыли. Итак, переносим прокладку камеры, если получится. У меня не всегда получается это сделать. Она очень хрупкая. Рассыпается. Так, и прокладка верхнего микрофона. Прокладка верхнего микрофона извлекли. Такой вот интересной формы. Вставляем её в отверстие. Так, и поролон с основной камерой удалось поддеть. Переносим сюда. Металлическая рамка основной камеры. Вот у меня здесь стоит. Кстати, не на всех корпусах она стоит. Очень много корпусов. Она не имеет, не имеет эту рамку, вот эту вот. Не знаем, почему её не ставят. Если её нет, вот тоже, в принципе, ничего страшного. Можно оставить. Без неё всё будет работать нормально. Устанавливаем кнопку включения. Устанавливаем шлейф. Ну, а винтика, надеюсь, вы их не потеряли. Проверили. Всё работает. Микрофон. Вспышка. Камера. Так, достаточно легко запутаться здесь. Заглушка вспышки. Камера. Загружка основной камеры. Так. Контакт. Ещё один. Вот этот винтик я сюда вкручивал. Сейчас мы вкрутим. Винтик, который я сюда пытался вкрутить, был вот отсюда. Итак, далее. Друзья, собрали более-менее, точнее, не более-менее. Собрали всё правильно. Далее. Устанавливаем системную плату. Сразу закреплю слотом, чтобы не дёргалось. Пристёгиваем камеру, закручиваем вот самый винтик, который я пытался закрутить, чуть выше. Пристёгиваем шлейф кнопки включения, шлейф боковых кнопок регулировки звука. Так. И здесь у нас следующая головоломка. Начинаем вот с этой стороны. Ставим контакт в верхней части системной платы с каркасом. Закручиваем. Закручивается она двумя вот такими вот мелкими одинаковыми винтами. Один. Один. Второй. Третий. Дальше ставим заглушку, точнее, антенну. Ставим антенну, четвёртый винтик закручиваем сюда Тоже один из самых коротких Это у нас не отсюда Сюда у нас идёт винтик чуть-чуть подлиннее Середина под заглушку Дальше ставим заглушку, закручиваем её двумя винтами Один подлиннее, здесь вот у нас, здесь у нас чуть-чуть Покороче Вот сюда вот, друзья, не закрутил винт Пытаюсь его найти, он один из самых пяти коротких винтов, которые здесь находятся Вот он у меня куда-то отскочил Да ладно, есть у меня такие винты, сейчас я его поставлю Итак, здесь собрали Сюда вот в это отверстие у нас идёт винтик С такой вот шляпкой интересной, которая закручится специальной отверткой Сюда на пластмассовый контакт у нас идёт винтик С широкой шляпкой Такой вот длинной Закрутили Далее в корпус Так, и винт, который я куда-то потерял Вот этот вот Сейчас я его найду Поставили Так, всё в порядке Пристёгиваем коаксиальный кабель Подключаем Нижний модуль Далее, друзья, батарея Батарея Батарею можно посадить на Заказать на Али Там, я знаю, на Ebay Специальный скотч, который нужно вытягивать Если не принципиально Я Клею на обычный акриловый скотч Ничего не дребезжит внутри Обычный акриловый скотч двух сторон Прекрасно сидит батарея Не шумит Ну и при снятии, соответственно, то же самое Никаких неудобств не будет Батарея не деформируется Она не такая Всё-таки акриловый скотч Не такой сильный, как Оригинальный Резиновый Поэтому Просто сажаем на акрил Пристёгиваем батарею Ставим заглушку Здесь у нас два винта разной длины С этой стороны идёт покороче И сюда у нас идёт подлиннее Закрутили Недостающий винтик с динамика длинной Закрутили Закрутили Всё готово Проверяем Забыли или не забыли чего Всё, в норме вроде Ставим дисплейный модуль Ставим дисплейный модуль Какими винтами Собирается дисплейный модуль Он вообще знает Какими винтами На этом все. Как я уже сказал, неплохого качества корпус. Единственное, что мне не нравится, это то, что нету надписей. Сразу видно, сразу кидается в глаза. Конечно же, включаем аппарат. Продолжение следует... Продолжение следует... Все работает. Все отлично. Так, друзья, это была замена iPhone 6. Как видите, замена непростая. Предыдущие модели, на мой взгляд, заменить попроще. Пятерки я имею ввиду. Тем не менее, если постараться, можно сделать довольно аккуратно. Не забывайте про винтики, про прокладки и все остальное. Всем спасибо. Я дов. Подписывайтесь на наш канал. Оставляйте комментарии. Всем мир, удачи в работе. Всем мир. Поехали. Поехали. Продолжение следует...